Лене Поповой 5,5 лет и все эти годы родители не переставали верить в лучшие и делали все возможное, опровергая мрачные прогнозы медиков. При рождении ей говорили вообще, что ребенок умрет до года и нечего даже никаких попыток предпринимать, сделать. После года уже стали говорить, двигательно будет лежать, значит надо будет вставлять крючки в позвоночник, конструкция специальная, чтобы она сидела. Но когда она сама села, 20,5 года, ну занимались много с ней, тогда уже сказали, вы уже как бы много это бились. В наш прагматичный век люди уже не верят в чудеса, но то, что сделала эта семья, настоящее чудо. Тем более, что даже сами врачи не знали, как лечить ребенка. Ну и редкий гематический диагноз, даже нет названия ему. Нарушение, ну да, седьмой хромосомы там в двух местах. И это сказывается так же, вот как нарушение опорно-двигательного аппарата, почек затронута, функция мочевого пузыря и функционная осталась. Также, к сожалению, отягочен этот диагноз. Каждый ребенок-инвалид имеет индивидуальную программу реабилитации, в соответствии с которой государство оплачивает процедуры, лекарства и приборы, необходимые для маленького пациента. Но поскольку у Лены очень редкий диагноз, практически все родители оплачивают сами. Двигательная терапия специальная. Ребенка учат ползать, все это без боли. Одно занятие 2800 рублей. Значит, требуется минимум два занятия в неделю и постоянно. Вот мы занимались полгода. Больше средств нам не хватило, и мы прекратили заниматься. Помимо родственников и друзей, семья получает небольшую поддержку от благотворительных фондов. Один из них подарил семье коляску и кресло, которые стали огромным подспорьем в уходе за ребенком. Это кресло так регулируется, что помогает корректировать сколиоз. И поэтому она проводит некоторое время, когда кушает всегда. И, ну, играется бывает. Во многом жизнь Лены напоминает жизнь обычного ребенка с определенной поправкой на отставание в развитии. У нее два старших брата, которые тоже активно помогают родителям и заботятся о сестре. Расписание дня типичное для маленького человека. Еда, занятия, игры. Питание по определенной диете. Питается безглютенно и без козы. Это значит, что без пшеницы, без творога, без молочных продуктов они плохо перевариваются. На этой диете овощи, фрукты, мясо, рыба, каши только безглютеновые. То есть гречка, пшено, рис. И, ну, компоты там. Сладостей никакие нет. Печенье там. Все это запретно. Размеренная жизнь нарушается постоянной необходимостью проходить лечение. Видно, нужных специалистов нет и приходится постоянно ездить в Москву. Увы, но службы социального такси в Московской области нет. Вкупе с расходами на лечение суммы получаются астрономические. Три операции уже сделали в ЦИТО на ноги и на позвоночнике, на спинномозге, в Солнцево. Вот. И постоянно мы под наблюдением нейрохирурга, то есть уже 10 МРТ, 10 наркозов перенес ребенок. Как бы это все постоянно, да. И постоянно уролог, нефролог, все, что вот как бы у спинальников плохо функционирует, приходится это все контролировать. С любовью в сердце и верой в душе преодолевая трудности, этот маленький человек и его семья каждый день доказывают. Чудо существует. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.